всем привет с вами Вета и сегодня я разложу все свои палетки по цветам давайте мы начнем наверное с самой такой простенькой это что-то такое вот нудовенькое что такое повседневное вот если бы у меня осталось несколько палеток я бы оставила себе Too Faced Pretty Rich она как палетка трансформер потому что здесь довольно таки повседневная гамма но вот эти вот за счет этих блестяшечек очень красиво это оттенки глиттеры но они какие-то очень приятные а я думаю что ими что-то сделать что-то сделать вот какой-то вред нанести будет очень сложно хотя возможно если захотите замечательная палеточка здесь матовые сатинчики и вот эти вот рубинчики вот это вот очень такая красота как изюминка можете и россыпью себе сделать вот это и можно и наслоить и тогда это будет красивая платья в общем замечательная палетка она мне нравится вот ее бы я на недец оставила бы точно хорошие также если что-то более дешевенькое девочки если что-то такое подешевле мне понравилась вот эта палетка от i love revolution палеточка называется coconut тесте coconut но на счет тесте не она воняет палетка красивая немножко некоторые шиммеры они выглядят дешево я делала по моему вот распаковку я там показывала несколько оттеночков в общем палеткой я довольна потому что я ее покупала за 290 гривен считаю что она своих денег точно стоит и вот мелкие какие-то грехи я ей прощу я прям буду ею пользоваться потому что ну согласитесь макияже быстро делается это все довольно быстренько довольно насильника как-то вот акценте какой-то будет вы будете красивенькая но возможно не бомбическая но нам на каждый день бомбой и не нужно быть правильно хорошая палетка вот из дешевых я бы советовала ее она и новенькая и прикольненькая теперь наверное давайте мы перейдем к чему же мы перейдем давайте поставим вот мне нравится вот такая палетка от глэмшоп это красивая постельная палетка очень она хороша мне она нравится советую ее здесь вот эти вот шиммера они очень красиво они сияют как не всегда вот эти переливы они похожи на 100 шел 6 только они еще более старшего чему самой под макра очень маслянистая очень прикольная общем советую палетка мне тоже очень зашла очень нравится и пользуюсь просто с при большим удовольствием также от колор поп и на транса и шаду коллетт кстати эти палетки я их странного они по цветовой гамме очень похожи но они разнятся по текстурам здесь вот этот вот средненький это откровенный гриттеров при том такой глиттер который ощущается вот между пальчиком когда перетираешь он красивенько смотрится но девочки вот это вот я думаю вред уже вы можете нанести какой-никакой вот этот замыливается у меня он почему-то смотрится черный но он не черный не знаю почему он так работает плитка неплохая но я считаю вообще тени от колор по качество как неплохое но все таки больше для молоденьких девчонок тоже если хотите можете попробовать палетка тоже очень прикольная также палетка у меня есть crystal waves это тоже довольно таки повседневная такая постельная палеточка это make up obsession очень прикольно здесь есть аутсайдеры есть оттенки которые очень близки на глазах практически ты не различишь что это такое но палетка крутая вообще make up obsession я люблю они мне очень и очень нравится крутые и если брать еще по скидкам потому что я сейчас смотрю некоторые магазины там 400 с копейками нет для make up obsession это много если же вы берете по скидкам то есть вот 300 гривен что если повезет даже дешевле можете купить тогда просто берите хотя бы попробуйте потому что хорошее качество они пытаются здесь какие-то текстуры новые всовывать в палетка в палетке очень все это неплохо нравится они мне я им как-то вот симпатизирую там палетка зеленая зеленые оттенки я не люблю поэтому купила себе одну вот просто для разнообразия и эта палетка меня очень удивила по качеству я показывала из этой серии тосты коконат это немножко пахнет мята я вам скажу очень отдаленно но вообще она тоже воняет но это по качеству лучше чем предыдущая коконат здесь меньше вот это вот дешевизны как-то в оттенках так тоже не во всех оттеночках вы не подумайте порядка красиво она мне пришлось по душе но это мне понравилось по качеству как-то намного больше оттенки шиммерные здесь хорошего качества они красиво блестят на девочки они очень схожи вот здесь по моему три оттенка вот этот вот этот они просто насколько похоже это вообще не ты не различишь понимаете сейчас наберу пару шиммеров вот вот посмотрите девочки вы наверное подумали что я просто ударилась головой и набрала один и тот же оттенок нет девочки ваши ничем я не билась честно но они действительно очень схожи понимаете о чем я говорю они хорошего качества но они одинаковые палетку прям советую она красивая во сколько продукта еще у меня осталось наверное еще еще я тоже все на измазать так хорошая палетка я ее советую опять же молодцы также теперь мы перейдем не знаю к чему давайте к синим да синим плеткам синие я уже люблю как-то побольше во первых мне очень нравится это моя самая любимая плетка это глэмшок небески но она не перевозная но я девочки так часто показывала ее видео что вы можете перейти к каком-то видео и посмотреть обожаю ее вот вторая моя любимица это blood last blue blood 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 для фиолетовый вот очень красивая считаю очень крутой здесь формула несовременная то есть здесь хорошего качества сатины хорошие матовые в общем очень крутые вот это вот что-то пытался джоффри что такое новенькое вот создать что такое как спаркл но походу это все пересохло и она никакой я стала палетку считаю очень хороший все равно хоть она уже такая без новых этих формул но она очень классная она крутая она мне нравится я прям я в восторге я в восторге от тени джоффри я еще не наигралась буду покупать еще его палетки давайте сейчас синие тушь набрала покажу он сам по себе красиво дослаивается до такого глубокого синего такого королевского оттенка равно очень красивый оттенок но к сожалению по формуле он какой-то по текстуре какой-то вот такой знаете странненький он какой-то вот знаете как у него вот плохая привычка какая-то вот есть у него плохая привычка он помаленьку так разваливается узнать курящие люди они вот помаленьку они себя травят 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 кстати анекдот прочитала не знаю сейчас попробую вспомнить в общем учительница сказала что люди которые курят они больше никогда не вырастут и в подтверждение к своим словам она застрелила ученика сидоров да немножко жестокий анекдот но это правда понимаете это правда поэтому у джоффри конечно такая с плохой привычкой палетка также покажу палеточку от наблы тоже она такая синенькая красивая очень красивая палетка непонятно что здесь делать вот этот оттенок потому что он довольно теплый довольно теплый я вам скажу что во многих палетках и у dior и у пиупы и вот эти новые палетки новые запуски почему-то идет вот этот грязный оттенок он не вообще не идет вот белоснежка этот оттенок не пойдет если вы даже на два тона будете ниже чем я все равно он вам не пойдет если уже еще ниже да тогда будет красиво что делать светленьким я не понимаю такое никакой опять же теперь давайте наверное это я синенькие показывала покажу вам теперь красненькую красная у меня одна это blood sugar джоффри старт очень хорошая палетка опять же здесь нет новых текстур но палетка хороша также спешу предупредить что если вы белоснежка если вы очень светленькая девочка все оттенки у вас будут тушеваться в розовый что такое красно-розовое что такое не очень живое не очень бодрящее даже вот эти вот фиолетовенькие оттенки и так надеюсь что они будут на мне прохладненько смотреться но нет девочки это все красно-розовое что-то не очень не идут эти оттенки нужно прям замечательно хорошо прорабатывать глаза чтобы это красиво смотрелось красиво сочно но я знала что я брала я очень редко не и крашусь это моя самая нелюбимая палетка но не по качеству а именно по цветовой растяжки потому что она мне не идет нужно очень заморачиваться чтобы сделать красивый макияж а я это не люблю не люблю я заморачиваться девочки и вам советую а так палетка по качеству тоже крутая но учтите что здесь нет вот этих вот текстур новых спарков так теперь покажем мы вам баклажанчик у меня есть такой красивый я сегодня не буду показывать палетка вот ателье я их уже в каком-то видео показывал у меня там именно растяжки и какая-то вот и фиолетовая на 9 у меня и или 30 я 28 я и 19 палетка вот это вот красивая просто их хит я считаю очень часто не пользовалась и пользуюсь по сей день не могу нарадоваться а именно я покажу здесь новые вот эти от глэмшоп тоже просто замечательная палетка она очень красивая немножко матовая здесь суховатый кстати если сравнивать все мои палетки от глэмшоп я считаю это это наименее удачно именно по формуле по текстуре считаю что здесь матовая очень сухие вот это вот потом вот эта блестяшка непонятная у нее опять же такая текстура какая-то вот хлопья которые вот знаете вы втираете они все равно лежат поверх они как-то не зашлифовывать знаете нужно их так нормально потерять чтобы что-то там втереть вот и это меня расстроило считаю что по качеству эта палетка уступает другим уступает ну ничего такого все равно я ей иногда крашусь лиловая палетка давайте теперь к лиловым у меня от color pop их знаменитая палеточка очень она красивая замечательная такая девичья советую ее правда таких молоденьких красивый здесь вот этот оттеночек люблю его такой прохладненький очень красивый здесь вот это тоже вообще здесь все красиво но текстура она очень такая знаете как легкая и вот эта легкость она очень видно понимаете это вот какой-то иногда для меня несочетание когда девушка взрослая и она красота вот такими вот палетками иногда это какой-то дисбаланс не знаю что там нет не знаю все таки это для молоденьких девчонок я люблю себя с этой палеткой летом вот это летняя палетка летний вариант легкий такой полупрозрачный вуальный макияж ты веселая беззаботная вот это у меня это палетка для этих целей на работу я ею не крашусь что-то вот потяжелее беру также из лиловых у меня палетка это моя самая любимая эту палетку я очень люблю обожаю она мне привела любовь к анастасии баверли хиллс вот именно вот эти волю я очень люблю что касается самой анастасии вот ее палетки стандартные классические я вообще не люблю мне не понравилось очень очень красивая палетка ну и опять же девочки здесь есть аутсайдеры есть опять же оттеночки которая очень схожи между собой вот такого безобразия я палетка хаджа пристав не наблюдала а здесь то есть такое дело очень схожие оттенки потом есть оттеночек вот этот вот красивейший спаркл такой ну да хотя он не спаркл все-таки частицы здесь очень мелкие я бы назвала его все-таки топером красивый оттенок но его нужно на базу потому что он плохо топерит или на что-то вот клейкая к сожалению сам по себе он плохо работает даже если вы будете очень долго наслаивать вы себе наслаивайте а толку не будет вот красивая палетка люблю советую прям я купила 4 вот таких вот вольвумов я довольна всеми вот рыженький вольвум не как-то знаете мне не хочется мне душа не лежит теперь давайте к фиолетовым палеткам вроде бы это все прошла к фиолетовым фиолетовыми люблю это прям мою это моя стихия я бы скупила бы все фиолетовое что есть в этом мире я в принципе этими занимаюсь я стала на этот путь скупки фиолетовых палеток фиолетовых и синих но если еще если вот синие оттенки всегда вот психологи говорят что синие голубые оттенки любят интеллектуалы понимаете поэтому когда вы говорите а мне нравится синий цвет и все думают о ты такая разумно да все эти вещи а если же мы говорим о фиолетовых оттенков это оттенок психов поэтому если вам нравится фиолетовый просто улыбайтесь наверное девочки хотя я не стыжу да я люблю фиолетовые на летовые голубые узоры это вот девичьи оттенки они мне идут я их люблю вот вот и все это палеточка от глэмшо показывала не очень очень крутая я прям ее советую эта формула такая удачненькая здесь нет спаркла знаменитых от глэмшо этим они меня прям немножко под расстроили но с другой стороны все равно люблю все равно пользуюсь крутая палетка хорошая пигментация немножко матовые пылят но они чистые какой бы оттенок не набрала он идет без тона это красивый насыщенный такой четкий оттенок поэтому такие палетки такие тени будут хорошо идти светленьким девочкам хорошая палеточка также фиолетовая у меня у дуя спрейс называется завалит большую вес одно время ее очень хвалили и не тогда очень захотелось но купила эту палетку через два года вот два года это много уже текстуры ушли намного вперед палетка хорошая по качеству очень очень хороша но девочки текстуры устаревшие здесь ничего особенного не спаркла никаких там дуохрома все это вот так вот прямая дорога и пошел но качество именно вот эти вот сотенчиков она хорошая но хорошие тени хорошо пигментированы рифе чеки большие прям такие очень неплохая себя палеточка но вот считаю что уже нужно ее покупать она уже старенькая поэтому вам я ее не советую также фиолетовая палетка тогда конечно же анастасия недавняя моя покупка а что недавние девочки она мне сегодня пришла и сегодня с работы заправил спасибо дядя вам очень хорошо так быстро все привез он подстроился именно под меня мне всегда так неудобно вот говорить что там подождите я там это то он общем он все выдержал у меня реально удовлетворил просто на все сто процентов хороший дядя спасибо ему к сожалению есть не знаю как не спросила как его зовут я очень спешила обычно я люблю еще и от себя страдать примете если человек постарался хочет тоже хоть что-то приятное сделать от меня не убудет а возможно человеку хоть какие-то бонусы не просто приятно будет правильно кстати не ленитесь вот девочки не ленитесь если вам что-то вот нравится если вам что-то сделали приятное полезное о вас позаботились не думайте что это кто-то сделает за вас сделайте это сами не ждите кого-то вот просто будьте отзывчивы очень красивая палетка по качеству она не уступает предыдущим по сводчам я еще макияжа не сделала мне не понравился вот этот оттенок он очень знаете какой-то полупрозрачный вот именно знаете когда вот так ты его тушуешь на пальчике вроде бы хорошо да но когда ты его накладываешь видите он очень пришел и не знаю пришеленький такой ну ладно потом разберемся и вот этот вот опять же на пальце нереально красиво но когда накладываешь вот этот блеск он теряется видите нет блеска где блеск падла страшно он вместо красивого оттенка превратился просто какую-то паблу ну ладно посмотрим возможно какую-то подложку это будет красиво смотреться палетка я вам говорю это просто что-то крутое здесь хорошего качества металлики сатины вот эти вот приобщем предка крутая нам не понравилось тоже я могу советовать хотя там говоришь именно первой волю чем-то там уступает для меня он ничем не уступил каждой палетки есть минусы и именно волюме первом здесь их не больше давайте теперь к розовым это конечно мне все мои фиолетовые тени но я показала наиболее мной любимые розовые тени у меня она тоже палетка и начисто это будет анастасия это волю 4 хотела еще джо фриста себе прикупить розовую но потом решила что нет все таки не буду я покупать я купила что-то на заменку я уже кстати не помню что я купила ну ладно неважно очень красивая тоже палеточка она действительно розовая мне кажется что наиболее по именно паршивости оттенка это вот эта палетка потому что здесь вот понимаете как-то не разгуляться негде вот если бы они добавили сюда например какой-то матовый холодный фиолетовый или вот да есть у нас такая красивая лаванда вот этот вроде бы как больше такой нейтральный оттеночек вот а все остальные для затемнения у нас идут с явно и такое краснотой розовостью а хочется притенеть чем-то холодненький чтобы хоть один макияж у нас вышел нейтральный плюс здесь вот эти вот глиттеры кстати глиттер мне вот этот очень понравился вот этот конечно такой он очень дешевенький пока но качество в этих глиттерах очень они мелкие хорошее качество я не боюсь их наносить на глаза честно здесь как-то вот ну понимаете как-то вот по качеству именно мне эта палеточка уступает но опять же это если придираться если же не придираться палеточка хорошая и если нравится вам такие оттенки берите вы не пожалеете она прикольно вот я прям влюбилась хороша хороша тоже палетка все буду советую давайте теперь мы перейдем именно к вот такой палеточки это уже серая гава джапри стар если же у вас мало денег и хотите просто попробовать берите make up obsession кто которую я тоже с вами как она day and night по моему она называется очень крутая палетка тоже но девочки если вот положить джапри стар возле нее так лучше не ложить потому что сразу видно что это не то пальто эта палетка намного выше по качеству намного выше по текстурам по финишам и конечно если выход нам нравится именно такая цветовая раскладка не поленитесь девочки купите лучше у джапри старта собирайте денег если же вы просто поиграться тогда не парьтесь покупайте make up obsession в том что качество там тоже не плохую я просто и знаете я бы не покупала эту палетку потому что ну не очень я люблю такие серые оттеночки но во первых это джапри старая собираю его палетки во вторых мне очень нравится текстуры а именно вот эти вот спаркла а в третьих я смотрела несколько обзоров там красили невест и девочки использовали именно вот эту палетку это красиво выглядело девочки я просто купила еще я решила что она мне нужна и да я не пользуюсь это ужасно но я не пользуюсь вообще я от себя такого не ожидала не ожидала если не знаю оказывается теперь давайте посмотрим палетки разнообразные вот там где все вам впихнули и впихуемое и не впихуемое это вот такая палетка карпу фейтин тухюнс колор поповских это самая моя любимая палетка здесь отличный синий ряд отличный фиолетовый ряд да здесь есть блестяшки вот эти вот откровенные глиттеры которые все там хейтят но я люблю глиттер и мне это нормально мы даже есть палетка глиттера с опаской я наношу именно вот плохое качество если же качество достойное мне не страшно люблю глиттеры эти не осыпается палетка крутая матовая хорошая нравится все советую палетку она хороша тем более на колор поп там очень часто скидки также вахала вторая вот если конечно не знаю даже какое больше посоветую наверное просто это вы уже смотрите по себе что вам нравится больше потому что вахала вторая она тоже очень разнообразная здесь тоже очень большая вариация именно макияжи да и зеленый и синий какой-то вот такой розовенький и фиолетовый такой вот что-то там есть и вот такая вот девочки палетка разнообразная вы сами видите но она если сравнивать с колор поп то больше как там и поставили оттеночки и они такие чистые неразбеленные а это уже такая прям ну что-то такое уже потяжелее идет более такое что-то дорогое кстати тени не выглядят дешево на глазах они не тускнеет но когда вы ими пользуетесь ну такое знаете матовые они как хочется больше потатливости хочется чтобы они лучше тушевались если что касается вот шиммеров хочется чтобы они были более маслянистые но если брать в целом если вспомнить сколько эта палетка стоит то наверное надо просто закрыть рот палетка на свои деньги она отработала это точно я уже сколько макияжа сделала и прямо рука моя тянется к этой палетке потому что очень много разных финиш и это прям прикольно если брать палеточку подешевле я вот такой покажу spotlight от you can be да здесь нет каких-то необычных текстур возможно необычные здесь вот этот оттенок я кстати такого даже в дорогом сегменте не встречала какой-то очень необычный и очень такой металлический его очень красивая даже без подложки здесь фиолетовый ряд минус он плохой вот это тоже аутсайдер вообще даже не набирается а так все остальные оттеночки рабочие они красиво смотрятся они просто крутые если вам нужно просто поиграться нужно подобрать какую-то гамму для себя я не вижу смысла переплачивать что-то вот покупать дорогое люксовое возьмите эту она тоже и и и подучитесь и научитесь и поймете больше себя подберете свои оттеночки палетка в этом вам поможет потому что выбрать и зверик что касается шиммера да что касается вот именно финиша здесь конечно это прям с финишами здесь плохим также покажу палетку которую я люблю это тоже нарвина 2 вот это вот более разнообразная палетка если опять же если я советовала до покупать с какой нарвины начать я бы посоветовала именно с это потому что все равно вы ее купите девочки или берите сразу две вот там кстати есть скидкой одну берешь но не всегда она там есть одна берешь и 2 идет вполне дешевле вот я на такую скидку попала я сразу купила только в олимпиату а потом девочки сидела сидела я поняла что я жить без этой палетки без сторон не могу потому что она насколько красивая здесь и синие и желтые желтые здесь хорошего качества и вот эти вот такие вот и что-то более повседневные что такое бирюзовенькая и голубенькая и красненькая ну и плюс черный оттеночек который так нам нужен девочки здесь есть хорошая палетка она по качеству наверное наиболее удачная вот здесь действительно очень мало негатива в этой палетке она прям за здоровый способ жизни все у него хорошо тут а все вот с нее я бы посоветовала начать именно знакомство она и думаю многие ваши вопросы покрою хороша это девочка ну конечно покажу еще палетку было глаз да потому что это путаю название клеток уже их сколько вообще капец очень она тоже девочки хороша я не знаю каким полетом читать говорят что она там типа фиолетовая но для меня это радостная разнообразная палетка здесь нет синего а так и лаванда и такая постоянная на себе вот этот красный очень хороший оттеночек и что-то такое вот смолки и какие-то вот топеры розовые что такое вот девочки не знаю в этой палетке есть практически все если бы сюда тыкнули каким-то местом синий оттенок все мне бы наверное ничего бы и не надо никогда не расстанусь этой палеткой я ее очень люблю вот пока я ее не добью до конца никому точно не отдам нет так еще палетку одну покажу это моя тоже не так мне тоже будет последняя палетка у трудковского здесь тоже девочки очень разнообразная палитра и вот такое что-то серенькое есть и синенькая и опять же по финишам она разнообразная и вот такой вот красивый фуксиевый оттеночек и он как спаркует такой желтенький поставим очень яркий супер это летина кстати сейчас суют где надо и не надо но оттенок конечно красивый его нужно немножко поднаслоить очень красиво смотрится оттеночек сам по себе холодные красиво лежит в общем еще там не подчеркивает не делает века текстурным хорошая палетка тоже ее очень советую мои девочки если вот это вот почитать сколько я денег потратила знаете это не для слабонервных я скажу этому девочки желаю вам быть сильными будьте сильными любите себя кстати девочки я в каждом видео почти говорю чтобы вы себя любили вы уже себя полюбили и мне надо к вам прийти девочки а я сейчас приду а я разберусь девочки начинаем себя любить активно услышали меня я проверил ну что девочки у меня на сегодня все всем пока до новых встреч и встретимся мы конечно же новых видео пока пока